Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 20 сентября. Житие и страдания святого великомученика Естафия Плакиды, его супруги и чад. Царствование императора Трояна. Троян был одним из лучших римских императоров, много заботился о благе своего народа, вполне преобразовал государственное правление, расширил пределы империи счастливыми воинами, основал новые города, однако и он преследовал христиан. Жил в Риме воевода по имени Плакида. Языческое имя Святого Истафия, точнее по римскому произношению, Плацид, от латинского слова означает тихий, ровный, покойный, мягкий, кроткий. Наименование, прекрасно характеризующее высокие нравственные качества Святого Истафии еще до обращения его в христианство. Он происходил из знатного рода и обладал большим богатством. Его храбрость на войне была настолько известна, что одно имя Плакиды приводило врагов в трепет. Еще в то время, когда император Тит воевал в иудейской земле, Плакида был выдающимся римским полководцем и отличался во всех сражениях неустрашимым мужеством. Тит – это римский император, сын и преемник императора Веспасиана, царствовал с 79 по 81 год. Царствами своего отца был послан с многофильственным войском в Иудею для наказания Иудея, возмутившийся против римской власти. Об этом во войне здесь и упоминается. По вере своей Плакида был идолопоклонником, но в своей жизни творил много добрых христианских дел. Он кормил голодных, одевал нагих, помогал бедствующим и освобождал многих от уз и темницы. Искренно радовался он, если ему приходилось оказать кому-либо помощь в беде и скорби. И даже радовался больше, чем своим славным победам над врагами. Как некогда Корнилий, о коем повествуется в книге «Деяния апостольских», Плакидо достиг полного совершенства во всяких добрых делах, но не имел еще святой веры в Господа нашего Иисуса Христа. Той веры, без коей мертвы все добрые дела. У Плакидо была жена такая же добродетельная, как и он сам, и двое сыновей. Ко всем Плакидо был весьма добрый милостив, не доставало ему только познания о едином истинном Боге, коего он, еще не ведая, почитал уже своими добрыми делами. Но милосердный человеколюбец Господь всем желает спасения и презирает на тех, кто творит доброе, ибо во всяком народе, боящийся Бога и делающий правду, приятен ему. Не презрел он и этого добродетельного мужа, не попустил ему погибнуть во тьме идорского заблуждения и сам благоволил открыть ему путь ко спасению. Однажды Плакидо по обыкновению своему выехал с воинами и слугами на охоту. Встретив стадо оленей, он расставил всадников и начал погоню за оленями. Вскоре он заметил, что один самый большой из них отделился от стада. Оставив своих воинов, Плакидо с небольшой дружиной погнался за оленем в пустыню. Спутники Плакидо скоро выбились из сил и остались далеко позади его. Плакидо же, имея более сильного и быстрого коня, один продолжал погоню, до тех пор, пока олень не сбежал на высокую скалу. Плакидо остановился у подножия скалы и, смотря на оленя, стал размышлять о том, как бы изловить его. В это время все благие Бог многообразными средствами, приводящие людей ко спасению, и Ему одному известными судьбами, наставляющие их на путь истины, уловил самого ловца, явившись Плакиде, как некогда апостолу Павлу. Продолжая смотреть на оленя, Плакидо увидел между его рогами «Сияющий крест! И на кресте подобие плоти, распятого за нас Господа Иисуса Христа!» Изумленный с ним чудным видением, воевода вдруг услышал голос, говорящий «Зачем ты гонишь меня, Плакидо?» И вместе с этим божественным глазом мгновенно напал на Плакиду страх. Упав с коня, Плакидо лежал на земле, как мертвый. Едва опомнившись от страха, он вопросил «Кто ты, Господи, говорящий со мною?» И сказал ему Господь, «Я Иисус Христос, Бог, воплотившийся ради спасения людей и претерпевший вольные страдания и крестную смерть, коего ты, не ведая, почитаешь. Твои добрые дела и обильные милостыни дошли до меня, и я возжелал спасти тебя. И вот я явился здесь, чтобы уловить тебя в познании меня и присоединить к верным рабам моим, ибо не хочу я, чтобы человек, творящий праведные дела, погиб в сетях вражиих». Поднявшись с земли и уже не видя никого перед собою, Плакидо сказал, «Теперь верую я, Господи, что ты Бог неба и земли, творец всякой твари. Отныне я поклоняюсь единому тебе, и иного кроме тебя Бога не знаю. Молю тебя, Господи, научи меня, что мне делать?» И снова услышал он голос, «Иди к священнику христианскому, прими от него крещение, и он наставит тебя ко спасению». Испомнили радости и умиления, Плакидо в слезах пал на землю, поклонился Господу, удостоившему его своего явления. Он сокрушался о том, что доселе не знал правды и не видел Бога истинного, и в то же время радовался духом тому, что сподобился такой благодати, открывшей ему познание истины и настаившей на правый путь. Сев на своего коня, он вернулся к своим спутникам, но, сохраняя в тайне свою великую радость, никому не поведал о том, что с ним случилось. Когда же он возвратился с охоты домой, то отозвал свою жену и наедине рассказал ей все, что видел и слышал. Жена в свою очередь поведала ему. В прошлую ночь я слышала, что кто-то говорил мне такие слова, «Ты, твой муж и твои сыновья завтра придете ко мне и познайте меня, Иисуса Христа, истинного Бога, посылающего спасение любящим меня. Не будем же отлагать, исполним тот час же, что нам повелено». Настала ночь. Плакидо постал искать, где живет христианский священник. Узнав, где его дом, Плакидо взял с собой жену, детей и некоторых верных слуг своих и отправился к священнику по имени Иоанну. Придя к нему, они подробно рассказали священнику о явлении Господа и просили крестить их. Выслушав их, священник прославил Бога, избирающего и из язычников, угодных ему, и научил их святой вере, открыл им все заповеди Божии. Потом он сотворил молитву и крестил их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И наречены были им при святом крещении имена Плакиди и Встафий, супруги его, Феопистия, а сыновьям его, Агапий и Феопист. После крещения священник причастил их божественных тайн, отпустил с миром, сказав им, Бог, просветивший вас светом познания своего и призвавший вас в наследие жизни вечной, да будет всегда с вами. Когда же вы удостоитесь в той жизни лицезрения Божия, помяните и меня Отца вашего духовного. Так, возродившись в святом крещении, они возвратились в дом свой, исполненные неизреченные радости. Благодать божественная озарила их души тихим светом и наполнила сердца таким блаженством, что им казалось, будто они находятся на небе, а не на земле. На следующий день не вставь и сев на коня и взяв с собой некоторых слуг, отправился как бы на охоту на то самое место, где явился ему Господь, чтобы воздать ему благодарение за его неисповедимые дары. Приехав к тому месту, он разослал слуг искать добычи, сам же, сойдя с коня, пал лицом на землю и со слезами молился и благодарил Господа за его неизреченную милость, что благоволил он просветить его светом веры. В своей молитве он вручал себя Господу своему, предавая себя во всем в его благую и совершенную волю, и моля его, чтобы он по своей благости все устроил для него на пользу, как сам ведает и благоизволит. И имел он здесь откровение о грядущих на него напастьях и скорбях. «Естафий», — сказал ему Господь, «подобает тебе на деле проявить твою веру, твердую надежду и усердную любовь ко мне. Все это познается не среди временного богатства и суетного благополучия, но в нищете и в напастьях. Тебе, как Иову, предстоит претерпеть многие скорби и испытать многие бедствия, чтобы, будучи искушенным, как золото в горниле, явись и достойным меня и принять венец из рук моих». «Да будет воля твоя, Господи», — отвечал Естафий, — «все готов я принять из рук твоих с благодарением. Я знаю, что ты благо милостив и как отец милую наказываешь. Неужели же я не приму из милосердных рук твоих отеческого наказания? Поистине, готов я как раб с терпением нести все, что на меня возложат, только бы твоя всесильная помощь была со мною». И снова услышал он голос, «Теперь ли желаешь претерпеть скорби или же в последние дни жизни своей?» «Господи», — сказал Естафий, «если невозможно совершенно миновать искушение, то дай ныне же претерпеть эти бедствия. Только пошли мне свою помощь, чтобы не одолело зло и не отторгло меня от любви твоей». Господь сказал ему, «Мужайся, Естафий, ибо благодать моя будет с тобою и охранить тебя». «Тебе предстоит глубокое уничижение, но я вознесу тебя и не только на небе прославлю тебя предангелами моими, но и среди людей восстановлю твою честь. После многих скорбей я снова пошлю тебе утешение и возвращу твой прежний сан». «Ты должен, однако, радоваться не о временной почести, но о том, что твое имя вписано в книги жизни вечной». Так беседовал святой Естафий с невидимым Господом и, исполняясь божественной благодати, принимал от него откровения. Радуясь духом и пламенея любовью к Богу, он возвратился в дом свой. Все, что было открыто ему Богом, Естафий поведал своей счастной супруге. Он не скрыл от нее, что им предстоят многие напасти и скорби, и убеждал мужественно претерпеть их ради Господа, который обратит эти скорби в вечное веселье и радость. Внимая своему мужу, эта благоразумная женщина сказала, «Да будет над нами воля Господня! Мы же со всем усердием станем молиться Ему только о том, чтобы Он послал нам терпение». И стали они жить благочестиво и честно, подвязаясь в посте и молитвах, раздавая у Бога милости не еще обильнее, чем прежде, и усерднее прежнего совершенствуясь во всех добродетелях. Спустя немного времени по пущениям Божиим постигли дом Естафия болезни и смерть. Разболелись все его домочадцы, и в короткое время умерли не только почти все его слуги, но и весь домашний скот. И так как те, кто остался в живых, лежали больные, то некому уже было охранять сокровище Естафия, и воры по ночам расхищали его имение. Вскоре славный и богатый воевода стал почти нищим. Естафий, однако, немало не опечалился этим и не впал в безутешный скорбь. Среди всех этих испытаний он ни в чем не погрешил перед Богом, и благодаря его говорил, как Иов. Господь дал, Господь и взял. Как Господу угодно, так и стало. Да будет имя Господне благословенно вовеки. И утешал Естафий супругу свою, чтобы она не скорбела о происходящем с ними. А та, в свою очередь, сама утешала мужа. И так оба они переносились в скорби, с благодарностью к Богу, во всем поручив себя его воле и укрепляясь надеждой на его милость. Видя, что он лишился имущества, Истафий решил скрыть от всех своих знакомых где-нибудь в далекой стороне, и там, не открывая своего знатного происхождения и высокого звания, жить среди простого народа в смирении и нищете. Он надеялся, что, проводя такую жизнь, он без всякого препятствия и вдали от житейской молвы будет служить обнищавшему и смирившемуся ради спасения нашего и Христу Господу. Естафий посоветовался о том со своей супругой, после чего они решили уйти ночью из дома. И вот тайна от своих домашних, коих осталось довольно немного, и то больных, они взяли своих детей, переменили драгоценные одежды на рубище и покинули свой дом. Происходя из знатного рода, будучи великим сановником, любимый царем, всеми уважаемый, Естафий легко Бог снова возвратить себе и славу, и честь, и богатство, коих он лишился. Но, считая их за ничто, он все оставил ради Бога, и его одного хотел иметь своим покровителем. Скрываясь, чтобы не быть узнанным, странствовал Естафий по неведомым местам, останавливаясь среди самых простых и невежественных людей. Так, оставив свои богатые чертой, где скитался этот подражатель Христа, не имея нигде приюта. Вскоре узнали царь и все вельможи, что любимый их воевода Плакидо скрылся неизвестно куда. Все недоумевали и не знали, что подумать. Погубил ли кто Плакиду, или он сам случайно как-нибудь погиб? Сильно печалились о нем и разыскивали его, но не могли постигнуть тайны Божьей, совершающейся в жизни Естафия. Ибо кто разумеет ум Господень, или кто был советником ему? В то время, как Естафий с семьей своей пребывал в одном неизвестном месте, жена его сказала ему, «Долго ли, господин мой, будем мы жить здесь? Уйдем лучше отсюда в далекие страны, чтобы кто-нибудь не узнал нас, и дабы не сделаться нам предметом насмешек у наших знакомых». И вот вместе с детьми пошли они по дороге, ведущей в Египет. Проведя несколько дней, они пришли к морю, и увидев в пристани корабль, готовый отплыть в Египет, сели на этот корабль и отплыли. Хозяин корабля был чужестранец, и человек очень свирепый. Пролестившись красотой жены Естафии, он воспоминялся страстью к ней и возымел в сердце своем лукавое намерение отнять ее у этого дубогого человека и взять себе. Доплыв до берега, где Естафию нужно было сходить с корабля, хозяин вместо платы за перевоз по морю взял себе жену Естафия. Кто стал сопротивляться, но ничего не мог сделать, ибо свирепый бесчеловечный чужестранец обнажил меч, грозил убить Естафия и бросить его в море. Некому было заступиться за Естафия. С плачем палом к ногам злого человека, умоляя не разлучать его с любимой подругой. Но все его просьбы не имели успеха, и он услышал решительный ответ. Если хочешь остаться в живых, замолчи и уйди отсюда, или же ты сейчас умри здесь отмечай, и пусть море это будет за тебя могилой. Рыдая, взял Естафий своих детей и сошел с корабля. Хозяин же корабля, отчалив от берега, поднял паруса и пустился в плавание. Как тяжела была для этого богоугодного человека разлука с его целомудренной и верной супругой. Отчаяния, полными слез и с надрывавшимся от скорби сердцем провожали они друг друга. Рыдал Естафий, оставшись на берегу, рыдала на корабле жена его, насильно отнятая от мужа и увозимая в неизвестную страну. Можно ли выразить их скорбь, плач и рыдание? Долго стоял Естафий на берегу и следил за кораблем до тех пор, пока мог его видеть. Потом он отправился в путь, ведя с собой своих малолетних детей и плакал муж о жене, а дети плакали о матери своей. Одно только и было утешение для правильной души Естафия, что испытания эти он принимает от руки Господа. Без воли коего ничто не может с ним случиться. Ободряла Естафия и та мысль, что он для того и призван к вере Христовой, чтобы с терпением проходить путь к Отечеству Небесному. Но скорби Естафия еще не кончились. Напротив, ему пришлось вскоре испытать новые печали, больше прежних. Не успел он забыть свои первые скорби, как приблизилось новое горе. Он только что перенес горе в лесную разлуку со своей супругою, а уже недалеко от него была потеря детей. Продолжая свой путь, Естафий пришел к многоводной и очень быстрой реке. Ни перевоза, ни моста через эту реку не было, и приходилось ее переходить. Перенести сразу берег сыновей на другой берег оказалось невозможным. Тогда Естафий взял одного из них и перенес на своих плечах на противоположную сторону. Посадив его здесь, он отправился назад, чтобы так же перенести второго сына. Но в то время, как он дошел уже до середины реки, вдруг раздался крик. Естафий обернулся назад и с ужасом увидел, как сын его схватил влево и убежал с ним в пустыню. С горьким и жалостным вопьем смотрел Естафий вслед удалявшемуся зверю, пока тот своей добычей не скрылся из глаз. Естафий поспешил возвратиться к другому своему сыну, но не успел он дойти до берега, как вдруг выбежал в волк и утащил отрока в лес. Охваченный со всех сторон тяжкими скорбями, стоял Естафий среди реки и как бы утопал в море своих слез. Может ли кто поведать, как велики были его сердечные скорбь и рыдания? Он лишился супруги целомудренной, единоверной и благочестивой, лишился детей, на коих он смотрел как на единственное утешение среди постигших его испытаний. Поистине было чудом, что человек этот не изнемог под тяжестью столь великих скорбей и остался в живых. Несомненно, что только всемогущая десница Всевышнего укрепляла Истафия в перенесении этих скорбей, ибо только тот, кто попустил ему впасть в такие искушения, мог послать ему и такое терпение. Выйдя на берег Истафии, долго и горько плакал, и затем с сердечной скорбью стал продолжать свой путь. Для него был лишь один утешитель, Бог, в кое он твердо веровал, и ради коего он все это переносил. Немало не роптал Истафий на Бога, не стал говорить, «Неужели для того Ты, Господи, призвал меня к познанию Тебя, чтобы я лишился супруги и детей? В том ли польза веры в Тебя, чтобы я стал несчастнейшим из всех людей? Так ли Ты любишь верующих в Тебя, чтобы они погибли в разлуке друг с другом?» Ничего подобного даже не подумал этот правильный и терпеливый муж. Напротив, он в глубоком смирении приносил благодарение Господу за то, что ему благоугодно веет рабов своих не в благополучии мирском и сует на их утехах, а в скорбях и бедствиях, дабы утешить их в будущей жизни вечной радостью и весельем. Но всесильный Бог все обращает во благо, и если попускает праведнику впасть в бедствие, то не за тем, чтобы карать его, а чтобы испытать его веру и мужество, благоволя не к слезам, а к твердому терпению и внимая его благодарению. Подобно тому, как некогда Господь сохранил и он уневредимым в очреве китовом, так он сохранил целыми невредимыми детей и вставе похищенных зверями. Когда лев уносил отрока в пустыне, увидали его пастухи и с криком стали преследовать его. Бросив отрока, лев искал спасение в бегстве. Та же и волка, похитившего другого отрока, увидели земли пашцы и с криком погнались за ним. Бросил и волк отрока, и пастухи и земли пашцы были из одного селения. Они взяли детей и воспитали их. Но и вставь ничего этого не знал. Продолжая путь, он то благодарил Бога в терпении, то побеждаем и природой человеческой плакал, восклицая, увы мне, некогда я был богат, а теперь нищий лишен всего, увы мне, некогда я был славен, ныне же в бесчестии, увы мне, некогда я был домовитый и имел большие имения, ныне же я странник, был я когда-то как дерево многолистиное и многоподовитое, а ныне как ветви сохшие, был я окружен дома друзьями, на улицах слугами, в битвах воинами, а ныне остался один в пустыне. Но не остави меня, Господи, не презри меня Ты все витчи, не забудь меня Ты все благи, Господи, не остави меня до конца, вспомни, вспомнил я, Господи, слова Твои, сказанные на месте Твоего явления мне, Ты имеешь восприять скорби подобно Еву, но вот со мной исполнилось уже больше, чем с Евом, ибо он, хотя и лишился своего имущества и славы, но лежал на своем гноище, я же в сижой стране и не знаю куда мне идти, он имел друзей утешавших его, мое же утешение, возлюбленных моих детей, дикие звери, похитив в пустыне, пожрали, он, хотя и лишился своих детей, но мог от супруги своей иметь некоторое утешение, некоторую услугу, моя же добрая жена впала в руки беззаконного чужестранца, и я, как трость в пустыне, колеблюсь бурей моих горьких печалей, не прогневайся на меня, Господи, что я от горести сердца говорю так, ибо я говорю, как человек, но на Тебе, промыслители моем и устроители пути моего утверждаюсь, на Тебя надеюсь, и Твоей любовью, как прохладную росою и дуновением ветра, огонь печали моей прохлаждаю, и желанием Тебя, как бы некой сладостью, горе с бед моих услаждаю. Говоря так, с воздыханием и слезами, Исафий дошел до некого селения, называемого Вадисис. Поселившись в нем, он стал работать, нанимаясь у тамошних жителей, чтобы снискивать пропитание трудам рук своих. Работал он и трудился над таким делом, которому не привык и которого до то ли не знал. Впоследствии Исафий упросил жителей того селения, чтобы они поручили ему охранять их хлеб, за что они платили ему небольшую плату. Так он прожил в селении Том 15 лет в большой нищете и смирении и во многих трудах, так, что в поте лица вкушал хлеб свой. Добродетели же и подвиги его кто может изобразить? Всякий может оценить их, если представить себе, что среди такой нищеты и странничества он нищем столько не упражнялся, как в молитвах, посте, слезах, бдениях и воздыханиях сердечных, вознося к Богу очи и сердца и ожидая милости от него неизреченного милосердия. Дети же истафия воспитывались недалеко оттуда, в другом селении, но он не знал о них, да и они сами не знали друг о друге, хотя и жили в одном селении. А жена его, как некогда стара, сохраняема была Богом от распутства того чужестранца, который в тот самый час, когда отнял его праведного мужа, поражен был болезнью и, приехав в свою страну, умер, оставив свою пленницу чистой, не прикоснувшись к ней. Так хранил Бог свою верную рабу, что, находясь среди сети, не была она уловлена, но как птица избавилась от сети ловящих. Сеть сокрушилась, и она избавлена была помощью Вышнего. По смерти же того чужестранца добродетельная женщина стала свободной и жила в мире без напастей, добывая себе пищу с трудами рук своих. В то время наплеменники вели войну против Рима и много наносили вреда, владев некоторыми городами и областями. Это было не за два года смерти Трояна, как видно из самого повествования. Посему царь Троян был в великой печали и, вспомнив своего храброго воеводу, Плакиду говорил, «Если был бы с нами наш Плакидо, то враги наши не могли бы насмеяться над нами, ибо он был страшен врагам, и неприятели боялись имени его, потому что он был храбр и счастлив в битвах». И удивлялся царь со всеми вельможами своими тому странному обстоятельству, что Плакидо неизвестно куда скрылся с женой и с детьми. Задумав послать, разыскать его по всему своему царству, Троян сказал окружавшим его, «Если кто найдет мне моего Плакиду, того я удостою великой чести и наделю многими дарами». И вот два добрых воина Антиох и Акакий, бывшие некогда верными друзьями Плакиды и жившие при его доме, сказали, «Самодержавный царь, повели нам поискать этого человека, который весьма нужен всему римскому царству. Если бы нам пришлось искать его и в отдаленнейших краях, то и тогда мы приложим все свое усердие». Царь обрадовался такой готовности их и тотчас постал их искать Плакиду. Они отправились и объехали немало областей, исча своего любимого воеводу по городам и селениям и спрашивая всякого встречного, не видел ли кто где такого человека. Наконец приблизились они к тому селению, где жил Естафий. Естафий в это время стерег хлеб в поле. Увидел ведущих к себе воинов, он стал присматриваться к ним и издалека узнал их обрадовался и плакал от радости. Глубоко воздыхая к Богу в тайне сердца своего, Естафий встал на дороге, по которой эти воины должны были пройти. Они же приближившись к Евстафии и поздоровавшись с ним, спрашивали его, какое это селение и кто владеет им. Затем вначале спрашивают нет ли здесь какого нибудь странника такого-то возраста и такой-то наружности имя которому плакиды. И Стафий спросил их для чего вы ищете его. Они отвечали ему он друг наш и мы долгое время не видали его и не знаем где находится он вместе с женой и детьми своими. Если бы кто-нибудь сообщил нам о нем мы дали бы тому человеку много золота. И не знаю его и не слыхал никогда о плакиде. Впрочем господа мои прошу вас войдите в селение и отдохните в моей хижине потому что я вижу что вы и кони ваши утомились от дороги. Итак отдохните у меня а затем вам нужно будет узнать можно об искомом вами человеке от кого-нибудь из знающих его. Воины послушав И Стафия пошли с ним в селении но не узнали его он же хорошо узнал их так что чуть не заплакал но удержался в том селении жил один добрый человек в доме которого И Стафия имел пристанище он вел воинов к этому человеку прося его чтобы тот оказал им гостеприимство и накормил их я же прибавил он отплачу тебе своей работы и за все что ты потратишь на угощение потому что эти люди мои знакомые человек тот вследствие доброты своей а также и внимая просьбе И Стафия усердно угощал своих гостей а И Стафий служил им принося и ставя перед ними кушанье при этом приходила ему на мысль его прежняя жизнь когда те коим он сейчас прислуживает сами ему так служили и он побеждаем и естественной слабостью природы человеческой едва удерживался от слез но скрывал себя перед воинами чтобы не быть узнанным несколько раз выходил из хижины и немного поплакав и отерший слезы тотчас опять входил служа им как раб и простой поселенин воин уже часто взирая на лицо его начали мало-помало узнавать его и стали тихо говорить друг другу похож этот человек на покиду неужели ты в самом деле он и прибавили помним мы что у плакиды была на шее глубокая рана которую он получил на войне если у этого мужа есть такая рана то он воистину сам плакиды увидев на шее его ту рану воины тотчас скочили из-за стола припали к ногам его стали обнимать его и много плакали от радости говоря ему ты плакиды которого мы ищем ты любимый царя о котором он так долго печалится ты римский воевода о котором скорбят все воины тогда Евстафий понял что настало время о котором предрекал ему господь и в которое он должен был снова получить первый свой сан и прежнюю свою славу и честь и сказал воинам я братья тот кого вы ищете я плакиды вместе с коим вы долгое время воевали против врагов я тот человек который был некогда славой рима страшен иноплеменником вам дорог ныне же нищ убог и никому неизвестен велика была их взаимная радость и радостны были их слезы они одели истафия в дорогие одежды как своего воеводу вручили ему послание царя и усердно просили его чтобы он немедленно шел к царю говоря враги наши начали одолевать нас и нет никого столь храброго как ты кто бы мог победить и рассеять их хозяин же того дома все домашние слыша это дивились и недоумевали и по всему селению пронеслась весть что в нем нашелся великий человек все жители селения стали стекаться как к великому чуду и с удивлением смотрели на истафия одетого как воевода и принимающего почести от воинов антиохи и акаки рассказали народу о подвигах плакид о его храбрости славе и благородстве народ услышал что истафий такой храбрый римский воевода удивлялся говоря о какой великий муж жил среди нас служа нам как наемник и кланялись ему до земли говоря почему ты не открыл нам господин своего знатного происхождения Исана бывший хозяин плакиду которого он жил в доме преподал к ногам его прося его чтобы он не прогневался на него за непочтение с его стороны и все жители этого селения стыдились при мысли что они имели великого человека наемником как раба воины посадили истафия на коня и поехали с ним возвращаясь в Рим а все поселяне провожали его далеко с великими почестями во время пути истафий беседовал с воинами и они спрашивали его о жене и детях его он рассказал им все по порядку что с ним случилось и они плакали слушая про таковые его злоключения в свою очередь и они поведали ему как опечален был за него царь и не только он и весь его двор и воины ведя между собой такую беседу они через несколько дней достигли Рима и воины возвестили царю что они нашли плакиду и как это произошло царь счастью встретил плакиду окруженный всеми своими вельможами и с радостью обнял его и спрашивал о всем что с ним случилось Истафия рассказал царю все бывшее с ним с его женой и детьми и все слушая это умилялись после этого царь возвратил Истафию его прежний чин и наделил его богатством большим чем каким он владел сначала весь Рим радовался возвращении Истафия царь просил его чтобы он отправился на войну против иноплеменников и своей храбрости защитил Рим от его нашествия от них а также отомстил бы им за отнятие имя некоторых городов собрав всех воинов Истафий увидел что их недостаточно для такой войны поэтому он предложил царю отправить указы во все области своего государства и собрать из городов и селений способных для воинской службы юношей а затем прислать их в Рим и это было исполнено царь отправил указы и в Рим было собрано множество людей молодых и крепких способных к войне среди них приведены были в Рим и два сына Истафиевы Агапий и Фиапист которые к тому времени уже возмужали и были лицом красивы телом статны и силы крепки когда они были приведены в Рим и воевода увидал их то очень полюбил их ибо сама отеческая природа привлекала его к детям и он чувствовал к ним сильную любовь хотя он и не знал что они его дети однако любил их как детей своих и они всегда находились при нем и сидели с ним за одним столом ибо они были любезны его сердцу вслед за тем Истафиев отправился на войну наплеменниками и победил их силою Христовою он не только отнял у них взятые города и области но и завоевал всю неприятельскую землю и совершенно победил их войско укрепляемый силою Господа своего он выказал еще большую храбрость чем прежде и одержал такую блистательную победу какой еще никогда прежде не одерживал когда война окончилась Истафи уже с миром возвращался в свое отечество случилось ему быть в одном селении расположенном на живописном месте при реке так как это место было удобно для стоянки то Истафи остановился со своими воинами на три дня ибо Богу было так угодно чтобы верный его раб свиделся с женой и детьми и чтобы рассеянные вновь собрались воедино жена его жила в том самом селении имея сад от которого с большим трудом снискивало себе пропитание по смотрению Божию Агапи и Феопис ничего не зная о матери своей поставили себе палатку около ее сада воспитанные в одном и том же селении они имели одну общую палатку и любили друг друга как единоутробные братья не знали они что они родные братья однако не ведая своего близкого родства хранили между собою братскую любовь оба они ложились отдыхать около сада своей родительницы недалеко от того места где был стан воеводы однажды мать их около полудня работала в своем саду и услыхала разговор Агапи и Феопис которые в это время отдыхали в своей палатке беседа и была такая они спрашивали друг друга какого каждое из них происхождения и старший сказал я помню немного что отец мой был воеводой в Риме и не знаю почему он удалился с матерью моей из того города взяв с собой меня моего благо брата а нас было у него двое помню я еще что мы дошли до моря и сели на корабль затем во время морского плавания когда мы пристали к берегу отец наш вышел из корабля а с ним и мы с братом мать же наша не знаю по какой причине осталась на корабле помню и то что отец горько о ней плакал плакали и мы с ним и он с плачем продолжал путь когда же мы подошли к реке отец посадил меня на берегу а младшего брата моего взяв на плечо понес на противоположный берег когда затем он перенося его шел за мною прибежал лев схватил меня и унес в пустыню на пастухи отняли меня у него я воспитан был в том селении которое ты знаешь когда младший брат быстро встав бросился на шею его и с радостными слезами говоря воистину ты брат мой ибо и я помню все то о чем ты рассказываешь и я сам видел когда похитил тебя лев а меня в то время унес волк но земледельцы отняли меня у него узнав свое родство братья очень обрадовались и стали обнимать и целовать друг друга проливая радостные слезы а мать их услыша такой разговор удивлялась и возводила очек небу с воздыханием и слезами ибо она убедилась что они действительно ее дети и сердце ее ощущало сладость и отраду после всех горьких печалей однако как женщина разумная она не смела явиться к ним и открыть себя без более достоверного известия ибо она была нищая одета была в худые одежды а они были видны и славные воины и решила она пойти к воеводе чтобы попросить его дозволения возвратиться в Рим вместе с его войском она надеялась что там ей будет легче открыться сыновьям своим а также узнать о своем муже жив ли он или нет она пошла к воеводе стала перед ним поклонилась ему и сказала прошу тебя господин прикажи чтобы я следовал за полком твоим в Рим ибо я римлянка и была взята в плены наплеменниками в эту землю вот уже шестнадцатый год а теперь будучи свободной я скитаюсь по чужой стране и терплю крайнюю нищету и вставь и по доброте своего сердца тотчас преклонился к ее просьбе и дозволил ей безбоязненно возвращаться в свое отечество тогда жената смотря на воеводу вполне убедилась что он муж ее и в удивлении стояла точно в забытье но и вставь и не узнал жены своей она же получив неожиданно одну радость после другой подобно тому как прежде одну пищать след за другой внутренне с воздыханием молилась Богу и боялась открыться мужу своему и сказать что она жена его ибо он в великой славе и был теперь окружен множеством приближенных она же была как самая последняя нищая и удалилась она из его палатки молясь владыке и Богу своему чтобы он сам устроил то дабы муж и дети узнали ее затем выбрала на более удобное время снова вошла к Ифтафе и встала перед ним а он посмотрев на ее спросил чего ты еще просишь у меня стариться она поклонилась ему до земли и сказала умоляю господин мой не прогнелась она меня рабу свою за то что я хочу спросить тебя об одном деле ты же будь терпелив и выслушай меня он сказал ей хорошо говори тогда она начала свою речь не ты ли плотида нареченный в святом крещении Ифтафием не ты ли видел Христа на кресте среди оленьих рогов не ты ли раб Господа Бога вышел из Рима с женой и с двумя детьми Агапием Ифиопистом не у тебя ли чужесранец отнял жену на корабле свидетель мне на небе верный сам Христос Господь ради которого я претерпела многие напасти в том что я жена твоя и что благодатью Христова я сохранена была от оскорбления ибо этот чужесранец в тот самый час как отнял меня у тебя погиб наказанный гневом Божием а я осталась чистой и теперь бедствую искитаюсь услышав все это Естафий как будто пробудился от сна и тотчас узнал жену что устал и обнял ее и оба они много плакали от великой радости и сказал Естафий восхвален и возблагодарим Христа спасителя нашего который не оставил нас милостью своею но как обещал после скорби утешить нас так и сотворил и они со многими радостными слезами благодарили Бога после этого когда Естафий перестал плакать жена спросила его где же дети наши он же глубоко вздохнув ответил звери съели их тогда жена его сказала ему не скорби господин мой Бог помог нам нечаянно найти друг друга так может он нам найти поможет и детей наших он заметил ей разве я не сказал тебе что их съели звери она же стала рассказывать ему все что накануне слышала в своем саду во время работы все те речи которые вели между собой два воина в палатке из которых она узнала что они сыновья их Естафий тотчас же позвал к себе тех воинов и спросил их какого вы происхождения где родились где воспитывались тогда старший из них ответил ему так господин наш мы остались малолетними после своих родителей и потому мало помним свое детство однако мы помним что отец наш был римским воеводой подобным тебе но не знаем мы что случилось с нашим отцом и почему он вышел ночью из Рима с матерью нашей и с нами двоими не знаем мы и того почему именно когда мы на корабле переплывали моля переплыли осталась на том корабле мать наша а отец наш плач подошел с нами к одной реке в то время как он перенося нас поодиночке через реку находился среди реки похитили нас звери меня лев а брата моего волк но мы оба спасены были от зверей ибо меня спасли и воспитывали пастухи а брата моего земледельца услыхав это и Стасия и жена его узнали детей своих и бросившись им на шею долго плакали и была великая радость в лагере Евстафия как некогда в Египте когда Иосифа узнали братья его по всем полкам прошел слух о нахождении жены и детей воеводу их и все воины радостно собрались вместе и было большое ликование во всем войске не так радовались они победам как этому радостному событию так утешил Бог верных рабов своих ибо он мертвых и живит и убожит и богатит и низводит скорби и возводит к радости и веселью и Стасий мог тогда говорить с Давидом придите услышите и расскажу вам всем боящимся Бога что сотворил он душе моею помянул сотворенные милости со мною десница Господня вознесла меня сотворила силу в то время как Естафи возвращался с войны радует вдвойне победе и нахождению жены и детей еще до прибытия в Рим умер царь Троян ему наследовал Адриан который был очень жесток ненавидел людей добрых и преследовал благочестивых после того как Естафи с великим торжеством вошел в Рим по обычаю римских полководцев и вел с собой много пленников окруженные богатой военной добычью то царь и все римляне приняли его с почетом и храбрость его прославилась еще больше чем прежде и все почитали его больше прежнего но бог который не хочет чтобы рабы его были почитаемы и славимы в этом превратном и непостоянном мире суитным и временным почитанием ибо он уготовил им на небе вечную и неприходящую честь и славу указывал Естафи путь мученический ибо вскоре снова послал ему бесчестие и скорбь который он радостно претерпел за Христа злощестивый Адриан захотел совершить жертвоприношение бесам в благодарность за победу над врагами когда он входил со своими вельможами в вылазь к храм и Естафи не вошел за ними но остался снаружи царь спросил его почему ты не хочешь войти с нами в храм и поклониться богам тебе ведь прежде других следовало бы воздать им благодарение за то что они не только сохранили тебя целым и невредимым на войне и даровали тебе победу но и помогли найти тебе жену твою и детей твоих Естафи отвечал я христианин и знаю единого бога моего Иисуса Христа и его чту и благодарю и поклоняюсь ему ибо он все даровал мне и здоровье и победу и супругу и чад а глухим немым бессильным идолом я не поклонюсь Естафи ушел в дом свой царь разгневался и стал размышлять как бы наказать Естафи за бесчестие богов своих сначала он снял с него сан воеводский и вызвал его на суд как человека простого с женой и детьми его и улучшевал их принести жертву идолам но не будучи в состоянии уговорить их к этому осудил на съедение зверям и вот святой Естафий этот славный и храбрый воин пошел в цирк осужденный на казе вместе со своей женой и сыновьями но не стыдился он этого бесчестия не боялся смерти за Христа которому он ревностно служил исповедая перед всеми святое имя его он укреплял и свою святую супругу и детей своих чтобы они не устрашились смерти за жизнодавство всех господа и они шли на смерть как на пир укрепляя друг друга надежды на будущее воздаяние на них выпущены были звери но не коснулись их ибо как только какой-нибудь из зверей подходил к ним тот час же возвращался назад преклонив перед ними свою голову звери смягчили свою ярость а царь еще больше разъярился и повелел увезти их в темницу а на другой день велел раскалить медного вола и бросить в него святого Истафия с женой и детьми его но этот раскаленный вол был для святых мучеников как халдейская печь прохлажденная росой для святых отроков находясь же в этом воле святые мученики помолившись предали Богу души свои и перешли в царствие небесное спустя три дня подошел Адриан к волу тому желая увидать прах сожженных мучеников открыл дверцы мучители нашли тела их целыми и невредимыми и ни один волос на головах их не сгорел а лица их были похожи на лица спящих и блистали чудную красотою весь народ находящийся там воскликнул велик Бог христианский царь со студом возвратился в свой дворец и весь народ укорял его за злобу что он напрасно предал смерти такого необходимого для Рима воеводу христиане же взявши честные тела святых мучеников предали их погребение славя Бога дивного во святых своих отца и сына и святого духа ему же от всех нас доводит честь слава и поклонение ныне и пресно и во веки веков аминь мощи святого Истафи и его семейства находятся в Риме церкви его имени Богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok